ну и всем привет ребят с вами как всегда я марк 60 и сегодня я вам покажу рубрику как проходит жизнь мальонера в чикингане каждая рубрика была на канале на канале илья 45 к можно назвать код 45 к и вот он это снял я решил сделать пародию но только немножко улучшенной версии что он тогда с него на старой версии чикингана я сейчас нему на новой версии ну поэтому мы и начинаем как всегда он должен найти себе дом на какой-то машине ему надо припарковаться очень аккуратно что потом он не тратил свои деньги потом ему надо высадиться и и просто пойти пойти своему дому найти какой-нибудь свой дом новом городе и просто просто пока он не знает просто позвонить в на номер телефона который он нас назначил полюа здравствуйте какой мне дом лучше взять и потом он должен просто опять не знаю зачем взять свою машину и уехать куда-нибудь куда-нибудь уехать потом он едет едет а потом просто едет назад и увидел там какой-то дом похоже на его номер и потом он просто заблуждается заблуждается в своих деньгах он просто вот такой вот он просто вот шок падает и просто вот звонит опять этим челом просто где его дом они сказали то они сказали то что мы мой дом прямо вон там вот сзади моей машины ну а не он он вон там давайте давайте туда и поедем он там припаркуется я вас попрошу нажать нажать лайк и подписаться на канал нажать на колокольчик потому что нам до 1000 подписчиков уже уже не очень скоро потому что сейчас у меня 600 4 615 подписчиков если так будет продолжаться дальше то обязательно у нас будет один к вот он припарковался и и он ищет свой дом и он прямо перед ним и он в него заходит так он спрашивает такое а где мои ключи а потом он опять каждый раз он звонит по телефону ему гол ему говорят то что его ключи находятся прямо его машине он он вообще не понимает как как ключи от какого-то пацана оказались его машине но просто вот берет и открывает свою машину и там он находит какую-то карточку который наверное от этого дома и он пошел открывать и того как он открыл дом он выкинул карточку и открыл дом он у него зашел закрыл за собой дверь он поворачивается и думает почему он пустой даже окон нету потом понимают потому что этот дом недавно был построен так что здесь еще никто ничего не успел сделать поэтому ну сорян так получилось он не пойми откуда вытаскивает у себя полноценную кровать полноценный шкафчик шкаф даже вообще не пойми не пойми откуда у него даже телевизор с квасом есть он все включил первую серию заказского кваса и пошел и прилег пока что на кровать потому что он очень сильно устал потом он проснулся и что-то захотел пожрать он понял то что у него есть деньги даже кучу денег как мистер бис прямо он открывая дверь закрывая за собой и вообще откуда он просто смотрит и видит там свою тачку и наверное кто-то он открывает дверь садится и поехал в магаз потом он идет в магазин и спрашивает у этого продавца можно мне пожалуйста вот это вот все вот эти вот арбузы он отвечает ему да но только с вас 150 рублей он достает из своих карманов 150 рублей он дает и берет с собой арбузы он берет мешок который он с собой взял из машины и ложит все туда потом он выводит и направляется к своей машине он говорит ух какая тяжелая но мне все равно потому что я два года в качалке он это кладет себе все туда и едет домой потом приезжает домой открывает дом за и заходит и он приходит он опять не пойми откуда берет стол и и собирается уже покушать вот эти вот все арбузы не знаю откуда у меня денег сколько хватило хотя он уже миллионер у меня на все хватит хотя у него стул какой-то средневековный он успел покушать он кушает потом происходит это оказалось арбузы оказалось арбузы оказались просрочно и он очень сильно испугался этого ему стало очень плохо он упал и он решил прилечь может быть ему ему станет чуть-чуть получше на день второй он лежал лежал а потом проснулся он посмотрел вокруг понимает то что он в своем городе но он встает и звонит своему другу илья он позвонил ему и он спрашивает но у меня тоже нормально как у тебя ну ладно хорошо понятно короче новом городе сейчас перееду сейчас пойду на работу он сбросил трубку направился туда ему кто-то как ему кто-то постучал какой-то чел он на всякий случай берет из своего ящика припасов он берет оттуда большой лазерный удар он открывает дверь и встречает там девочку Игоря он его замочил с одного удара и потом он посмотрел на оператора и узнал то что за ним следят и он убил его и он потом врезается в дом и он просто падает в обморок и остается только ждать потом приезжают докторы и спрашивают что у вас случилось я ему отвечаю имея оператор миллионер потерял сознание он врезался в дом и и и его машина крашнулась а сам он из окна выпал потом ему дали штраф за очень 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 быстрое вождение машины ему дали штраф 18 тысяч долларов у него конечно если расписался штраф но потом он просто берет выкидывает это 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 письмо на хрен из и говорит ему знаете что пошел нахрен он успел так старенький то что уже этого Игорька не осталось он после его выстрелил и и пожал нам руку и он за ним прилетает большой вертолет он садится в него и он улетает с этого города